Продолжение следует... 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 Здравствуйте. 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 Очень здорово. Будем помогать. Я среди мной жить здесь и помню, что здесь было. С 50-х годов. А сейчас прихожу и удивляюсь. Да почему дальше нам не жить, когда у нас... Какой красивый башмахов стал. Коронавирус тебя пособнял. Вы не боясь, у нас башмахов стали. Это соль с Титова, представители. И знаете, это благодаря нашему руководству. Это благодаря нашему руководству. Женщины молодцы. Это всего. Знаете, я... Не перебивайте. Не перебивайте. Это моя благодарность. Знаете, я на совещаниях даже привожу пример. Женщин глав района. У нас их три. Это в Никольском районе, это в ваш Башмаковском районе и в Нарочадском районе. И даже вот на противоречии, говорю, слушай, посмотрите, как у женщин какой порядок. Вот едешь по Башмаково, травы нет. Трава скошная. Она должна быть скошной. Деревья все обелены, покрашены. Цветовые опоры тоже самые покрашены. Это говорит о том, что глава администрации района, глава сельского поселения занимается благоустройством. Создает нормальное настроение для людей. Это очень-очень важно. Да, у нас есть, могут быстро считать дипломы красные за... А на должность назначает, траву покосить не может и привести в порядок. И хочется помогать и выделять финансовые средства тем, кто хорошо делает, кто их осваивает для людей, кто создает прекрасное настроение. Вот тогда хочется выделить и поддержать дополнительно финансовые средства. Ну, побольше тебе. Ну, куда же делаешься, пожалуйста. Праздник вам. Как самочувствие у вас? Я смотрю, бодрые, красивые. Ага. Я смотрю, бодрые, красивые. Будьте так, будьте ligit. Будьте так, будьте так. Давай,ьте парой. Ага. А вам, спасибо. Вам спасибо. Добрый день! Дорогие друзья! Мы приветствуем всех, кто собрался сегодня в этом замечательном месте в центре рабочего поселка Башмакова. Приветствуем всех, кто готов менять действительность к лучшему и сохранять все то, что уже радует глаз. Доброе дело всегда значимо, а если оно еще имеет продолжение, то оно важней вдвойне. За последние пять лет наш район добился значительных результатов. Подтверждение тому рекордные урожаи, благоустроенные территории, отремонтированные социально значимые объекты. Все это делает нашу жизнь лучше. У нас есть вера в то, что мы сможем сделать район прекрасным местом, который будет радовать людей и будет вызывать желание оставаться на родной земле. Сегодня в нашем поселке особое событие. Мы открываем эту замечательную набережную зону отдыха. Это событие стало возможным благодаря участию администрации поселка Башмакова в федеральной программе формирования комфортной городской среды 2018-2022 год. Общая сумма строительства набережной зоны отдыха составила более 6 миллионов рублей. Источники финансирования – федеральный, региональный и местный бюджеты. Строительство и благоустройство набережной зоны отдыха осуществлялось подрядной организацией ООО «Стройка город Пенза». В ходе работ произведено мощение пешеходной дорожки, установлены скамейки, урны, благоустроен главный элемент данной территории – зона пирса, которая представляет собой выходящие на воду конструкции ступенчатой формы, покрытой деревянным настилом, с чередующимся в шахматном порядке зашивкой. Обществом с ограниченной ответственностью группы компании «Новый город Пенза» был установлен плавающий фонтан с подсветкой. Индивидуальным предпринимателем Сергеем Макаровым город Каменка изготовлены и установлены элементы ограждения пешеходной дорожки и малые архитектурные формы, которые придают эстетическую целостность объекту. Набережная зона станет любимым местом детей и взрослых. Здесь будут делать свои первые неуверенные шаги наши юные сограждане. Собираться с шумными компаниями подростки, назначать свидания влюбленные, отдыхать от суеты ушедшего дня семейной пары, коротать теплые летние вечера, сидя на комфортных скамейках люди пожилого возраста. Здесь будут прогуливаться молодожены, чтобы запечатлеть на долгую память важные судьбоносные моменты жизни. Здесь будет всегда красочно и людно. И сегодня мы собрались, чтобы открыть этот значимый для поселка объект. На наш праздник собралось много гостей. Те, кто помог в этом прекрасном начинании. Те, кто всегда поддерживал добрые инициативы и заботился о процветании нашей малой Родины. Это губернатор Пензенской области Иван Александрович Белозерцев. Председатель законодательного собрания Пензенской области Валерий Кузьмич Лизин. И слово предоставляется губернатору Пензенской области Ивану Александровичу Белозерцеву. Уважаемые жители Башмаковского района, дорогие ветераны, главы районов, секретари райкомов, райкома, райисполкома, Все, кто раньше жил на этой земле, кто находится сегодня здесь, на этой набережной, я хочу в первую очередь православных поздравить с иконой Казанской Божьей Матери. Пожелать всем здоровья, счастья, благополучия, чтобы Господь Бог сниспослал людям нам всем здоровья, благополучия, поддерживал нас. Здоровье сегодня особенно необходимо. Это мы еще раз убедились в период пандемии, распространения коронавирусной инфекции по миру. В том числе она не пошла и Пензенскую область. Но тем не менее, все мы с этой задачей сегодня справляемся и будем справляться. В дальнейшем у меня нет в этом никаких сомнений. Тем более, вчера было объявлено, что вакцина от коронавируса уже получена и запускается производство. Это большое-большое дело. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить ветеранов, которые разное время работали на Башмаковской земле, и руководители, и простых рабочих, сотрудников. И вот мне руководители своего времени сказали с гордостью, что Башмаковский район всегда был лидером Пензенской области по урожайности зерновых, зернобобовых. Эта традиция сегодня сохраняется. И в этом году мы планируем и ждем от Башмаковца очень хороший урожай зерновых. А урожай он нужен, хлеб он нужен, потому что мы в Пензенской области за последние годы очень сильно продвинулись по развитию сельского хозяйства. И по многим позициям занимаем ведущие места первое, второе, третье место по растеневодству, по свекле, по животноводству, по молочному животноводству, по мясу. Занимаем ведущие места при ОСКО в федеральном округе, а по некоторым направлениям и в Российской Федерации. И труд Башмаковцев, он огромен в этой доле нашей победы, наших результатов. И строятся многие, и маленькие крестьянско-фермерские хозяйства, тут был сегодня у вас в одном хозяйстве, это молочное животноводство. 20 с лишним миллионов, практически 21 миллион в 2018 году из бюджета области по программе мы помогли. И хорошо, что есть такая возможность поддерживать крестьянско-фермерские хозяйства в районах Пензенской области. Мы это будем делать и впредь. Нужно, конечно, создавать рабочие места, чтобы приходили современные технологии в сельскую местность. И, конечно, одно из важных направлений – это создание комфортной среды. Я всегда поддерживал Башмаковские районы, буду это делать, по одной простой причине, что если, спасибо вам большое, что если сюда выделялись деньги, то они осваивались. И качество развития и создания комфортной среды при участии самих жителей, оно очевидно. Честно говоря, сегодня мне нравится и вот эта набережная, и вот эта вот сцена, и вот лавочки, и ваше настроение. Я думаю, что это будет местом притяжения жителей Башмакова, как минимум. Ну и с района, наверное, будут приезжать. Это очень здорово. На следующий год, конечно, мы посмотрим и поищем дополнительные финансовые средства на создание комфортной среды. И не только в рабочем поселке Башмакова, но и в других населенных пунктах. Это тоже надо сделать. Я знаю, что есть проблемы, их тоже немало. Это вода, которой нужно заниматься активнее главе администрации района, активно участвовать в областных программах. Тем более мы сейчас выделяем финансовые средства. Каждый год и каждый район, каждое село может заявиться. Я требую, чтобы заявлялись, чтобы новые водноборные башни появлялись, чтобы хорошие мощные насосы были, чтобы во время сухой жаркой погоды люди в селе не переживали и могли полить свой огород, да, огурцы, помидоры и все, что выращивают. Я как сам деревенский это очень сильно понимаю. У нас тоже были перебои с водой, качество воды. Важнейшее направление, знаю, что тоже надо ставить и станции обезжелезивания. Сейчас мы занимаемся Кузнецким районом активно. Они лет 30 ждали такой возможности. Половина Кузнецка, мы решили эту проблему. Сейчас деньги 60 с лишним миллионов выделили. Уже приступаем к станции обезжелезивания в этом году. Вообще я поздравляю, желаю всем самое главное здоровья. Все остальные вопросы, все остальные вопросы житейские, проблемные, есть люди здоровые, умные, желающие работать. Всегда можно эти вопросы решать, решать успешно. Молодежь у вас хорошая, активно участвует в общественной жизни района. Спортсмены хорошие, культура. На областных сценах ваши воспитанники выступают, и на российских сценах являются победителями. Я хочу поблагодарить главу администрации района, ветеранов, которые поддерживают. Хочу поблагодарить педагогов, которые занимаются детьми, и дополнительным образованием, и школы искусств. Всех, кто занимается детьми и все делает для того, чтобы дети росли умными, патриотами в нашей России, которые с уважением должны относиться к родителям и к нам, к дедушкам и бабушкам. С праздником вас, дорогие друзья! Слово предоставляет сопредседателю законодательного собрания Пензенской области Валерию Кузьмичу Лидину. Добрый день, дорогие земляки! Сегодня на нашей родной бушмаковской земле очень красивое, яркое, запоминающее событие. Все мы знаем эту прекрасную набережную. Она сегодня приобрела особый вид и будет местом отдыха и притяжения бушмаковцев. Наш губернатор Иван Александрович Белозерцев высоко ценит талант, трудолюбие жителей бушмаковского района. Это подтверждалось на протяжении многих лет, когда получали и хорошие урожаи, и работало производство по переработке сельхозпродукции. Сегодня мы еще раз убедились у Юры Козаренко, который построил прекрасную семейную ферму. И это говорит о хорошем потенциале развития бушмаковского района. Только за последние 3-4 года вложены очень большие средства для благоустройства рабочего поселка Бушмаков. И прекрасный центр обустроен. И более 15 улиц заасфальтировано. И эта программа будет продолжаться. Иван Александрович сегодня подтвердил. Я вам честно скажу, у него особое чувство в бушмаковском районе. Вот честно вам скажу. И с таким губернатором на все по плечу. Поэтому я надеюсь, что бушмаковские будут всегда чувствовать эту заботу. И наш рабочий бушмаковский район будет еще краше и благоустроеннее. Праздник у вас, дорогие земляки. Праздник иконы Казанской Божьей Матери во многих населенных пунктах. Это престольный праздник. Поэтому мы с гордостью всегда будем говорить, что бушмаковская земля не только плодородная, но и славится талантливыми, трудолюбивыми людьми, которые создают это благо для нашей Пенинской области. Еще раз вам праздникам добра, здоровья, благоустройства. Мы рады приветствовать вас сегодня на нашей земле. Хочу сказать слова благодарности в адрес губернатора Пенинской области, Белозерцева Иоанна Александровича, за то, что вы оказываете огромную помощь и поддержку во всех начинаниях по созданию таких прекрасных мест, как эта набережная и фонтан. И в целом нового облика нашего района и области в целом. Спасибо вам, что превращаете наши мечты в реальность. Хотя, не буду лукавить, пару лет назад мы и мечтать не могли о такой центральной улице нашего поселка, о фонтане, о набережной и о многих других проектах, которые осуществляются сейчас. Я думаю, мы, семьи, воспитывающиеся детей сейчас, да не только мы, по достоинству оценим проявленную заботу о нашем комфорте и благополучии. Когда кругом такая красота, на душе весело и светло, и чувство гордости переполняет за нашу малую родину, за наш родной Башмаковский район. Отдельные слова благодарности хотелось бы сказать в адрес администрации Башмаковского района, под руководством Полоткиной Тамары Анатольевной. Благодаря ее неуемной энергии и неиссякаемому фонтану идеи, который она вкладывает в свою работу и заряжает своей энергетикой весь коллектив, создается все то, что мы сейчас видим. Строятся и ремонтируются дороги, тротуары. Появляются такие набережные, фонтаны и многое другое, детские площадки. Вечером после трудовых будней хочется прикоснуться к чему-то прекрасному, не спеша прогуляться, посидеть на лавочке, морально отдохнуть душой. Раньше для этого нам нужно было поехать или в областной центр, или в другие города. Сейчас у нас появляются свои достопримечательности, которые мы с радостью посещаем. В будущем, Александр, хотел бы выразить надежду, что вы и региональное правительство в целом и дальше будут поддерживать начинание Тамара Анатольной. А мы уверены, у него в запасе еще миллион идей. Также подрастающее поколение хочет добавить свои благодарственные слова. Уважаемые руководители районной области, от лица своих сверстников выражаю вам огромную благодарность за создание таких сказочных мест, как эта набережная. Наш поселок преображается с каждым днем. Мы рады, что появилось много таких мест, где можно погулять с друзьями, сделать красивые фото, чтобы поделиться ими в социальных сетях. И я думаю, все это вы делаете с заботой о нас, о подрастающем поколении. И за это вам огромное спасибо. Иван Александрович, примите, пожалуйста, этот небольшой сувенир в память о сегодняшнем дне. Музей губернатора от Башмаковцев. Спасибо вам. Ну что ж, дорогие друзья, наступает торжественный момент. И право дать старт работе фонтана и открыть набережную зону отдыха предоставляется юным жителям нашего поселка Дмитрию Сергею и Щербаковой Варваре. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ